Здорово, мужики, на связи Панфер. Давайте сегодня порассуждаем на тему того, как правильно общаться с девушкой. То есть у нас есть очень много мужчин, охрененных чуваков с хорошими манерами, с отличным воспитанием, с классным образованием, с чистым сердцем, душой, которые романтично полагают, что если ты будешь ее ценить, любить, уважать, дарить ей подарки, ходить с ней на свидание, дашь ей время до того, как начать к ней приставать, она поймет, что ты классный, что ты тот самый, влюбится в себя. Но только почему-то жизнь нам дает оплеуху и напоминает о том, что, ребят, это так не работает. Работает очень часто совершенно другая ситуация. Начну с историй. Есть у меня набор друзей, которые ведут себя как нахалы, редкостные мудаки, которые очень цинично относятся к девочкам, такие, ну прям их, знаешь, ни во что не ставят. Очень грязно ведут себя с ними на вечеринках, могут вот так вот взять за голову, типа, давай, сучка, соси. Это, конечно, в шутку, но вот это хамское поведение, блин, девочкам заходит. У этих чуваков нет проблем с девочками. Есть чуваки очень галантные такие, они выжидают, что-то сидят, ходят с ними на свидание, говорят, я устал ходить на свидание, я устал там тратить на них деньги, это все бестолково, что я делаю не так. Так, а у чувака правильная речь, он в хорошей форме, он чего-то в жизни добился, и таких тоже очень много, но эти, мои знакомые, это чаще мою чаще, есть вот эти вот скромные ребята. Многие приходят прям с запросом, хочу стать наглее, хочу стать более дерзким, потому что вы начинаете понимать, что продуктивнее это цинично и нагло относиться к девочке, когда ты ее ни во что не ставишь, почему-то она начинает видеть в себе сильного самца, такого, знаешь, которого заслуживают уважения. То есть ты настолько мудак, что ты позволяешь себе так со мной обращаться, стало быть, у тебя есть, наверное, другие варианты, ты можешь меня променять на другую. Есть куча историй, где у меня такие есть истории, у моих друзей есть такие истории, где парень встречается с девочкой, вот он ей, мягко говоря, лижет в жопу, ну то есть все делает для нее, пытается, чтобы ей было комфортно и так далее, а потом он берет ее и шлет нахер. И она не уходит, она почему-то возвращается, говорит, слушай, я одумалась, извини, я хочу вернуться, я поняла, ты классный, может быть, попробуем почаще их слать нахер? И, ребят, ну, во-первых, смотрите, сама механика, сначала, конечно, надо пригреть, вот сначала надо показать, что ты адекватный, что ты классный, что ты чего-то стоишь, чтобы тебя не стыдно подружкам показать, чтобы она хотя бы тобой как-то заинтересовалась. Не завоевав сердце, нельзя наказывать, об этом написал Роберт Грин, если кто читал 48 законов власти и обольщения, вот, и чертовски прав этот мужик. В общем, если вы хорошо выглядите, если девочка может вами заинтересоваться, если у вас мало-мальски какие-то отношения начались, но потом вы начинаете, она начинает вам гибать голову, самое время ставить ей пиздюльно, без пиздюля на девчонке, почему-то как без пряников, ребята, в отношениях надо быть жестким. Девочки любят, когда мужчина главный из семьи, он доминатор, и это простым языком часто выражается в том, что ей вставить надо пиздюлину. Дорогие дамы, если вы не согласны, пишите об этом в комментариях, но я тут много споров пережил на эту тему, готов спорить, я здесь буду, обещаю, буду непростым оппонентом, но практика и факты, которые я вижу в жизни, они остаются вот этими фактами. То есть мудакам больше прет с девочками, чем хорошим ребятам, покладистым, никому нахер не нужны покладистые ребята. Ко мне приезжает девочка, у нее есть с собой букет цветов и часы, которые ей только что мужчина подарил на свидание, и она с ним не переспала. Она прям в свидание прыгает ко мне в койку, приезжает, вот эти вот цветочки и часики валяются где-то в углу, пока мы трахаемся. Вот, такая же история, кто знает, я этим летом, прошедшим летом, 21 года, мне удалось очень много девушек консультировать, очень с многим количеством девушек пообщаться, я был у них в роли психолога, вот, и мне таких историй понарассказывали, как, например, очень милая девочка, очень хорошая, обаятельная, сама по себе добрая, невыежистая, вот, и она говорит, слушай, у меня есть парень, и вот, ну, он хороший, вот, все хорошо, а мне что-то неспокойно. Я такой, ну, почему хорошие же вроде отношения, он все для тебя делает, она там рассказывает, он все для меня делает, он не парит мне голову, и, блин, мне скучно, я хочу расстаться, я буквально, говорит, хочу ему изменить. Установила тиндер-баду, бросила его, сама себе вынесла мозги, сама не понимала, почему ей так скучно в этих отношениях, как будто она отухнет, как будто она зря тратит время, потому что он не морочил ей голову, потому что, блин, ей стало тупо скучно, он настолько хороший, ей нечего там добиваться. Он уже ее, он для нее на все готов, ей не к чему стремиться. Она не пытается завоевать его внимание. И вот, когда, если бы этот чувак начал вести себя как мудак, я уверен, что она очень быстро бы переобулась, изменила к нему свое отношение, и начала пытаться добиться его расположения, начала бы им снова интересоваться и так далее. Так вот, ребят, если вы изначально, смотрите, модель поведения, если вы изначально знаете себе цену, если вы изначально наглый хрен, которым может галантно общаться, но если девочка где-то наглее, вы вовремя можете ей вставить пиздюльну, вы будете вызывать намного больше уважения, чем тот чувак, который согласно нормам хороших манер будет жрать это говно и просто ухмыляться, когда девочка ведет себя немножко нагленько. Нет, чувак, который может осадить ее так для красного словца вовремя, вовремя просто подъебать, простебать девочку просто на свидание, просто потому что она сидит, и так все хорошо, ты сидишь, у вас все хорошо, но ты имеешь наглость над ней шутить, и она такая, блин, а чувак-то как бы не лижет мне жопу. Чувак не пытается, мне понравится. У нее отпадают стандартные стратегии, где она тебя разводит, где она вся такая хорошая, а ты должен ее добиваться сегодня, завтра, послезавтра. Она понимает, что времени-то может у нее столько нет. Раз ты такой наглый, веселый и циничный, наверное, у тебя есть и другой выбор, потому что голодный пес так себя вести не станет. Чувак, у которого много девочек, он действительно никогда не станет так выпендриваться перед девочкой и пытаться добиться ее расположения. Мне, например, чертовски лень ездить на свидание. Летом походил, вот после того, как закончилось лето, я не был ни на одном свидании, это ужасное было время. Вот, я тестил тот момент, что на свиданиях, на другие девочки, нет столько тупых свиданий, столько тупых девочек. И еще, смотрите, вы пытаетесь анализировать, почему девочка там ведет себя, я весь такой хороший, я для нее все сделал, почему она так себя ведет? Потому что она сама не знает ответ. Вы можете успокоиться одной простой мыслью, может быть, потому что она тупая. Может, потому что она сама не знает, чего она хочет. Может, потому что девочки за много последних веков привыкли, что мужчина доминирует, когда он ее ни во что не ставит. Мне только что смотрел Лядово, и там в одном племени девушкам удаляют клитор, потому что, мол, это сосредоточение всякой негативной энергии, чтобы, короче, лишить ее желания, чтобы она полностью подчинялась мужчине и не морочила им голову. Даже там, видимо, какое-то время девочки заморочили голову мужикам. Девочка всегда в отношениях будет проверять тебя на стойкость характера, на твою силу, она будет потихоньку захватывать твои границы. И вот когда она захватит твои границы, когда она сможет лазить в твоем телефоне, будет знать, где ты находишься, когда ты находишься, когда она берет у тебя зарплату, она тебе скажет, ты чмо безвольная, я тебя не уважаю, теперь я тебя не хочу, она потеряла к тебе уважение. А если ты будешь часто ставить ее на место, когда она будет в подвешенном состоянии, вот-вот ты, может, ее нахер пошлешь. Или никакого физического рукоприкладства, само собой, ребята, ни в коем случае. Я, правда, уважаю женщин, и кажется, девочкам нравится, когда мы с ними достаточно жестко обращаемся. Так они чувствуют, видимо, настоящее мужское плечо и контроль. Им нужен контроль от этого мужчины, так она успокаивается, и у нее вот эта мысль, мужчина зарешает все, мне об этом не надо переживать, все, он главный, мне здесь голова не болит. А когда девочка считает, что она умнее себя, берет главенство в семье, ей как-то становится неспокойно. Видимо, мужчина слабый, ей нужен мужчина, который сильнее нее моральный, вместо тебя она будет искать другого. Вот, это вот такое вот рассуждение в силу последних историй, в силу тех переговоров, которые я проводил с девочками. Ребята, если вы хотите сейчас прокачиваться к лету, то вот-вот стартует мастер-группа, я под этим видео прикрепляю ссылку на анкету, которую вы можете заполнить. Потом я проведу с вами интервью, я вам позвоню, и, может быть, мы встретимся с вами на моей мастер-группе. В общем, если вы хотите себя прокачать, заполняйте, пожалуйста, анкету, она в описании, я с удовольствием вас потренирую, это будет сорокодневная тренировка, она онлайн. Мне вообще плевать, в каком вы городе, все проходит через Телеграм, слава Короне и новым технологиям. Вот, это очень круто, это то же самое, что я преподаю вживую, мы проходим сначала знакомство, потом я рассказываю про свидание, потом два блока по убеждению. Соответственно, свидание, позиционирование, увоз домой. То есть я рассказываю вам буквально всю схему пошагово. И объясняю, как это практиковать, все объясняю очень легко, вся практика очень легкая, все адекватно, ничего, что вас порочит. Вы просто берете и просто тренируетесь. Тренируетесь вы для того, чтобы летом отжигать. Я желаю вам всем отжига, хорошего настроения, заполняем анкету, смотрим мои видосы, ставим лайк, нажимаем колокольчик. Если ты здесь впервые, добро пожаловать на борт. А если ты смотришь меня давно, давай уже залетай на тренировки, ребят. Всех люблю, всем спасибо. Тачку с откидным верхом и бобра.